Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о необычном способе посадки огурцов. Огурцы – это одна из самых популярных овощных культур в наших огородах. Я предпочитаю выращивать огурцы на грядках в открытом грунте под небольшим укрытием. Огурцы на грядке получаются более ароматными, чем в теплице. Но это, конечно, по моему мнению. Вам же выбирать, каким способом и где высаживать огурцы. Выращиваю огурцы надежных, проверенных сортов. Это сорт «Родничок», это сорт «Перента», «Веросень», «Струмок» и другие сорта. Чем больше сортов огурцов на грядке, тем лучше будет процесс опыления, а значит и урожая будет больше. Первый этап – это подготовка семян. Семена можно высевать сухие, а можно замачивать, проращивать их и потом только высевать в грядку. Можно, конечно же, и высаживать рассадой. Однако на подоконниках не хватает места, так как томаты и перцы еще у меня не высажены в теплицу. Поэтому я буду семена проращивать. Перед тем, как семена прорастить, их нужно обязательно обеззаразить. Конечно, если нет на них специального покрытия, тогда обеззараживание делать не нужно. Если семена собственного производства, то обеззараживание, конечно, необходимо, потому что на оболочке семян могут накапливаться различные патогены и в процессе роста огурцы будут поражаться различными заболеваниями. Для обеззараживания я использую обычную водку. Замачиваю семена огурцов на 15-20 минут, затем промываю несколько раз чистой водой и заворачиваю семена в мокрую тряпочку и ставлю в теплое место. Температура для прорастания плюс 22, плюс 28 градусов тепла. Через 2-3 дня появляются маленькие корешки и огурцы можно высевать в грядку. Второй этап – это подготовка грядки для посадки. Огурцы очень любят рыхлую, плодородную, легкую и богатую гумусом почву. Поэтому грядку мы будем готовить должным образом. Я делаю грядку широкую, примерно шириной около 2 метров, чтобы посадить 2 ряда огурцов. Копаю траншеи по бокам. Расстояние между траншеями примерно метр. Ширина траншеи на ширину лопаты – это около 20 сантиметров. А длина равна длине грядки. У меня, например, грядка 2 метра шириной и длиной 10 метров. Две параллельные траншеи делаю. Глубина траншеи около 40 сантиметров. В подготовленной траншеи я буду засыпать определенные ингредиенты. Делать такую слоеную траншею, слоеную грядку, чтобы огурцы хорошо развивались и хорошо росли. Что я делаю? На дно грядки я вношу вот такую обычную... На дно грядки... Так... На дно траншеи... Значит, как же я заполняю траншеи? На самое дно я засыпаю слой травы. Примерно 20-25 сантиметров. Хорошенько траву уплотняю, утрамбовываю. И проливаю затем всю эту траву раствором с триходермой. Вот такой есть замечательный препарат, профит. Понадобится 1 чайная ложка на 10 литров воды. Проливаю свои траншеи, а затем приступаю к подготовке второго слоя. Второй слой, это у нас перепревший компост. Он нужным огурцам для питания. И третий слой, это обычная почва из грядки. Многие спросят, зачем здесь триходерма? Триходерма защищает растения от различных патогенов, оздоравливает почву. А значит, растения будут меньше подвержены различным заболеваниям. Поэтому рекомендую вносить. Когда траншеи заполнены, мы их немножко уплотняем. И делаем по траншеи небольшую канавку, глубиной 5 см, для посева семян огурцов. По центру грядки я делаю еще третью бороздку. Зачем она нужна? Сейчас объясню. В эту бороздку, по центру грядки, я высеваю редис. Дело в том, что огурцы растут не так уж и быстро. А редис растет очень быстро. И урожай вырастает ранний. Поэтому по мере роста редис будет приподнимать спонбонд, которым будет накрыта грядка. И как бы спонбонд не будет нависать на огурцы. Очень удобно. А потом редис убирается, урожай ранний. И грядка становится свободной. Огурцам будет достаточно места и достаточно солнца. Теперь немножко объясню про все ингредиенты, которые поместил в траншею. Зачем они нужны? Дело в том, что трава начнет процесс горения. Будет выделяться тепло. А значит огурцы будут быстрее и лучше развиваться. То есть корневая система будет находиться в тепле. Сверху компост, который служит питанием. Ну и небольшой слой почвы. Если почва кислая, то дополнительно в эту бороздку можно внести еще залу. В зале много различных элементов питания. Это калий, фосфор, а также микроэлементы. Такие как кальций, бор и другие. Поэтому вносите также залу, если почва кислая. Многие стараются укрыть огурцы современными такими тепличками из белого спонбонда. Ставят дужки и укрывают спонбондом. Однако хочу заметить, что под таким укрытием тепла особого не сохраняется. Огурцам все-таки этого недостаточно. Так как весна у нас холодная, лучше сделать укрытие немножко посерьезней. Если же вы поставили вот такие дужки, укрыли спонбондом, то дополнительно еще накройте пленкой. Огурцам будет гораздо теплее. Будет создаваться парниковый эффект и огурцы быстрее пойдут в рост. А спонбонд будет притенять растения, и жару они будут переносить гораздо легче. Если же укрыть просто пленкой, то, конечно, в жару огурцы могут и подгореть. Такое укрытие из пленки лучше для тех, кто постоянно находится на даче. Если же вы приезжаете только на выходные, и нет возможности каждый день открывать грядку с огурцами, проветривать ее, то, конечно, лучше используйте дополнительно еще и спонбонд. Я не всегда, например, использую такие дужки, потому что у меня не одна грядка огурцов, есть еще и кабачки, другие бахчевые культуры, например, дыня или арбузы. Поэтому я укрываю грядки просто белым спонбондом. Не вешу его ни на какие дужки, просто растягиваю по поверхности грядки и прижимаю по краям камнями, чтобы спонбонд был немножко свободен. Огурцы будут подрастать, редиска будет подрастать, и спонбонд будет с легкостью приподниматься, и никаких проблем для роста растений не будет. Нужно заметить, что не следует высаживать огурцы в местах затененных, там, где слишком много влаги, есть возможность затопления после дождей, возможность какого-либо замокания. В таких сырых местах в тени огурцы будут поражаться различными грибковыми заболеваниями. Лучше выбирайте для огурцов солнечное место с хорошей плодородной почвой, тогда урожай будет гарантирован. Каждый год я сажаю огурцы в такие вот траншеи и всегда собираю богатый урожай, делюсь с ними соседями и родственниками. Вам также рекомендую попробовать такой способ посадки огурцов, и у вас получится хороший урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!